всем привет дорогие друзья подписчики также гости этого канала представляем вашему вниманию прекрасную актрису ирину алферову ее жизнь и любовь три брака этой актрисы и как выглядит третий муж красавец ирины алферовой ирина алферова прославилась не только своей гениальной актерской игрой но и необычайно привлекательной внешностью ее называли одной из самых красивых актрис советского союза как сложилась жизнь знаменитости с кем живет и чем занимается сейчас народная артистка ирина родилась 1951 году новосибирске папа и мама актрисы после войны получили юридическое образование ирина с раннего детства демонстрировала всем своим родным актерский талант возможно на нее повлияла атмосфера которой она жила семья алферовых проживала в академгородке где часто проходили театральные гастроли однако не все в детстве будущей звезды было так гладко когда их было 10 лет папа попал под поезд он выжил но остался инвалидом этот случай не мог оказать влияние на ирину из живой и веселой она превратилась замкнутого и молчаливого ребенка сразу после уроков она спешила в театральную студию готовилась к поступлению на актерский факультет новосибирского театрального училища но руководитель у которого занималась ирина настоятельно порекомендовал ей подать документы в гидис заявив что именно там учатся настоящие актеры и актрисы на первых курсах и не было непросто она не понимала как можно изобразить то чего на самом деле не чувствуешь но преподаватели искренне считали ирину одной из самых талантливых учениц на их курсе ирина же не разделяла их взгляды на преподавание семьдесят втором году будущая актриса окончила гитис сразу после этого ей поступило предложение сыграть в телефильме в этом фильме было 13 эпизодов проект вышел масштабным и довольно длинным все это время у нее действовал запрет на игру в театре от режиссера василия ордынского он считал так девушка лучше всего подготовиться к проекту течение пяти лет ирина не играла в театре а полностью сконцентрировалась на одной работе семьдесят шестом году ирина поступила на службу в ленком там она 17 лет играла в массовке ей не давали заметных ролей да и на съемки отпускали неохотно семьдесят девятом году ирина снимается в картине дартанян и три мушкетера где блестяще исполнила роль прекрасной констанции после этого фильма за актрисой закрепилась амплуа первой красавицы страны однако режиссеру фильма не понравился голос ирины и он принял решение позвать анастасию вертинскую для озвучивания констанции пик карьеры ирины пришелся на восьмидесятые годы в девяностых годах ирина покидает театр посчитав что там ее не ценят как актрису да еще из из личных соображений личная жизнь еще учась на первом курсе ирина посетила вечер национальной культуры в болгарском посольстве там у нее произошло знакомство с бойко гюровым парень был сыном посла учился в гиму и участвовал гонках молодые люди быстро поженились ирина переехала к мужу болгарию но супружеская жизнь буквально сразу начала портиться родные нового мужа изначально не верили в чувство актрисы считая что она видит в нем лишь выгодный вариант поэтому когда везде поступило предложение принять участие в проекте хождение по мукам она не задумывая согласилась длительные съемки и редкие приезды ирины болгарию отрицательно сказывались на отношениях с мужем и вскоре пара развелась в этом браке у ирины родилась дочь ксения она тоже снимается в кино и вышла замуж за актера егора бероева у этой пары подрастает дочь развод тяжело сказался на ирине чтобы прийти в себя она отправила дочь ксению к бабушке а сама полностью погрузилась в работу вторым мужем актрисы стал актер александр абдулов они познакомились театре в 76 году и были задействованы в одной постановке александр не сразу нашел путь к сердцу знаменитости она ему казалось неприступной и холодной по словам ирины она вела себя так потому что не чувствовала уверенности в своих силах и думала что покоритель сердец александр абдулов может обратить на нее внимание этот брак актеров просуществовал 17 лет их часто называли самой красивой парой советского кино они вместе играли в театральных постановках а также снимались фильма что стало причиной их развода неизвестно кто-то говорил о вечных изменах абдулова и его страсти казино другие утверждали что ирина встретила другого мужчину но все же эта пара рассталась третьим мужем артистки стал актер сергей мартынов этот брак зарегистрирован был в 1994 году пара познакомилась на съемках проекта звезда шерифа вскоре из жизни ушла бывшая жена мартынова и ирина приняла решение усыновить его детей от первого брака после в семье актеров появился еще один мальчик его ирина взяла к себе после смерти сестры в общем они с мужем воспитывали четверых детей на сегодняшний день ирина продолжает активно выступать на сцене ленкома и школы современной пьесы а также нередко участвует съемках фильмов она сыграла в нескольких частях бестселлера елки и в сериале водоборот ирина ивановна до сих пор живет браке сергеем мартыновым и часто рассказывает как сильно и повезло с любимым мужчиной она с ним любима и очень счастлива хочется пожелать этой замечательной актрисе долгих лет совместной жизни со своим любимым третьим супругом а также интересных и новых ролей здоровья и долголетия это замечательной женщине всем большое спасибо за внимание до новых встреч всем удачи и всем пока пока удачи 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 удачи